В продолжение финансовой темы, Росфинмониторинг хочет обязать банки делиться фото и видеоконтентом с камер, установленных в отделениях или на банкоматах. Такие материалы, как поясняют в Росфинмониторинге, цитата, помогают установить реального держателя банковской карты, а также местонахождение лиц, находящихся в розыске, что способствует раскрытию преступлений, конец цитата. Сейчас нет никаких требований и стандартов в формировании и хранении таких записей. Банки используют их по своему усмотрению в рамках собственных процедур риск-менеджмента, а также иногда для предоставления в суде при определенных обстоятельствах. Эксперты уже говорят о необходимости регламентации, сбора хранения и предоставления записей, стандартизации видео и фото записей, сроках хранения и так далее. Давайте прямо сейчас обсудим эту тему, которая касается абсолютно всех. Павел Самеев, Сергей Трухачев ко мне присоединяются. Господа, добрый вечер. Добрый вечер. Да, здравствуйте. Давайте поймем с вашей помощью, в чем положительные, в чем отрицательные моменты, в чем риски. Первое, что у людей приходит в голову, это те многочисленные сливы, которые происходят из разных источников, к сожалению, в том числе из органов государственной власти, пробанковские секторы и иные сектора. Я вообще промолчу. Давайте ваши профессиональные позиции. Павел, а затем Сергей, пожалуйста. Ну, здесь действительно много тонкостей. Просто так сейчас установить требования, чтобы банки могли предоставлять эти записи, это, конечно, достаточно такой сильный шаг, потому что много нюансов. Много нюансов именно с точки зрения защиты этой информации у клиентов, в том числе об их операциях, с одной стороны. Но и с другой стороны предполагается, что это как раз направлено на борьбу с мошенниками, с обнарщиками, соответственно, с теми, кто какие-то совершает операции в банках и вполне легальные, и, соответственно, нужно с этим бороться. Бороться, конечно, этим нужно, но действительно, получается, нужно сейчас придумать какой-то очень такой мощный способ защиты этой информации, хранения ее, правильного хранения, правильного предоставления в Росфинд-мониторинг. Это целая история с регламентацией, очень серьезные, совершенно другие требования к хранению и защите этой информации, то есть, на самом деле, очень сложно все. И утечки, которые происходят, как мы уже по опыту знаем, и постоянно происходят, другой информации, которая утекает из финансовых структур, ну, получается, здесь тоже увеличивается риск, потому что, если системно и долго, тем более, хранить такую информацию, ну, понятно, что здесь тоже становятся некоторые... Правильно я понимаю, что банки, собственно, и сейчас нас снимают, да, когда мы приходим в отделение, пользуемся подкоматами, или такого правила нет? Ну, какого-то единого правила, на самом деле, нет. То есть, банки, конечно, производят фото- и видеосъемку для собственных нужд, ну, собственно, это требования ресторанжа безопасности, и понятно, что в офисах и где банкоматы в тех местах тоже ведется запись, и понятно, что это направлено как раз на обеспечение просто такой базовой безопасности, проведения банковских операций, и направлено против, скажем так, тех действий, которые могут привести к, в частности, к злоупредениям по отношению как к банку, так и его клиентам. Но банки не предоставляют эти записи сейчас никакие органы, только вот в суды в случае необходимости такое может быть, но это, скорее, исключение. И специального какого-то формата и процедуры хранения этой информации и передачи ее куда бы то ни было, ее не существует. Я понял. Сергей, в чем риски для вас, как для профессионала или, собственно, их нет? Если, на самом деле, мой коллега правильно сказал, то, что первое и основное – это срок хранения и кто будет отвечать за эти данные, у нас просто есть достаточно большая проблема в ответственности за утечку данных, которые у нас происходят. И она крайне не суровая, скажем так. И из-за этого многие не обеспечивают должную безопасность на ней личных данных. И здесь, соответственно, у пользователя встает вопрос, если нет сурового наказания, то мои данные, даже если они утекают, то ничего особо там не будет банком. А потом банки не сильно захотят стандартизировать все это воедино, потому что у каждого банка какая-то своя система, свои форматы хранения, свои сервера, и это все нужно будет как-то объединять. Второй момент – по какому принципу это будет автоматизировано, ручная обработка. То есть какое количество запросов будет поступать от системы мониторинга. На мой взгляд, хорошая система – это если объединить что-то такое с распознаванием лифт. У нас, слово для наших зрителей, она является одной из самых лучших в мире. И вести некую базу, то есть есть флажок на границах к человеку, также вести базу по пользователю, который когда-либо был заметен в таких-то махинациях, либо он для банка подозрительный пользователь. И вот такую систему рейтинга выстраивает. Но, понятное дело, это зайдет достаточно длительное время, и вопрос, захотят ли банки в это втягиваться, то есть открытый. У меня складывается такое впечатление, что нас окончательно цифровизировали или цифровизируют, хотя, мне кажется, это уже в настоящем и не в будущем времени. И, собственно, вот эта деталь предоставления фото-видео фиксации, кто пользуется банковской картой, хотя, мне кажется, это тоже скоро станет атавизмом. Я все меньше и меньше не знаю, как вы пользуете самой картой, потому что есть же разные, собственно, опции, которые позволяют расплачиваться. И хочется также отметить, что на самом деле россияне очень сильно избалованы интернет-банкингами, потому что, поверьте, если вы пользовались зарубежными интернет-банкингами и в целом банками, вы знаете, что наша банковская система, IT-приложения, они являются самыми лучшими, самыми удобными. Мы можем спокойно, не выходя из дома, заказать карту, нам ее привезут, доставят, мы можем открыть счет, закрыть счет, перевезти, конвертировать, все что угодно. За рубежом такой возможности нету. И, понятное дело, все уже привыкли. К вопросу о сохранении персональных данных, вы должны понимать, что если вы приходите в банк, там стоят видеокамеры. Видеокамеры, прежде всего, для внутренней безопасности банка. Понятное дело, они хранят эти данные. Вопрос уже, как они хранят, куда они могут утекать, это человеческий фактор. Абсолютно, то есть его же никто не отменяет, человеческий фактор, да. Вот, потому что, как мы знаем, последние утечки за этот год, они действительно случились по двум причинам. Первая, это какая-то дыра в системе безопасности. И второе, это человеческий фактор. И, к сожалению, человеческий фактор, он преобладает. Павел, на ваш взгляд, все-таки удастся решить этот вопрос? Помните историю с крупнейшим банком, да? Когда уволили сотрудника, и он, что называется, решил подкузмить своему непосредственному начальнику и начал сливать. Не то, чтобы много слил, но торгает, собственно, показал всем на рынке вот этом черном-сером, что есть у него информация. Да, его нашли, да, его наказали. Однако, человеческий фактор остается ключевой проблемой. Ну, человеческий фактор, действительно, это один из ключевых факторов уязвимости всегда. У системы это действительно так. Это касается и внутренней безопасности, когда идут именно утечки из банка или из другой какой-то структуры. Но это, как мы видим, касается и тоже социальной инженерии, когда, опять же, человеческий фактор – это главный ключ к доступу, к клиентским счетам, да, к средствам и так далее. То есть, на самом деле, не взлом же, не хакеры, а это тоже социальная инженерия, это тоже человеческий фактор. И понятно, что он и останется главной зоной риска. Но в данном случае, вот с этим вопросом, все-таки понятно, что решить можно и его, то есть, любой такой вопрос технический, как организовать и регламентировать, можно решить. Вопрос денег. То есть, это же, получается, просто стоит каких-то денег. И получается, эти затраты будут переложены на банки. А банки их переложат на клиентов. Да. И имеет ли это смысл? То есть, на самом деле, вопрос всегда в том, что вот эти затраты, которые на кого-то лягут, ну, допустим, полностью они будут переложены клиентам, ну, полностью, это там второй вопрос. Но первый вопрос, это имеет ли смысл такие затраты нести, да? То есть, действительно ли это такой момент, который даст эффект, который оправдает соответствующий расход. Да, все за борьбу с... Да, 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 Сергей. Эта система, мне кажется, она разрабатывалась, ну, по крайней мере, идея, чтобы борьба с дропами была, то есть, непосредственно, кто на себя оформляет карты, и потом уже, там, заказчик использует в своих темных целях. И вот в такой случае борьба с дропами, она здесь неэффективна, потому что они, по сути-то, и не скрывают свои лица, и они являются истинными держателями карты. А то, что они совершают по факту, ну, мошенническое действие, они это и сами прекрасно понимают. Спасибо огромное, Павел Асамеев, Сергей Трухачев, были у нас, говорили мы о инициативе Росфинмониторинга. Финразведка хочет получать полностью данные, видео и фотофиксации посещения клиентов банковских учреждений страны в отделениях и при использовании банкомат.